Временно исполняющий полномочия главы городского округа Люберцы Владимир Волков посетил текстильное объединение «Монолит». Одна из крупнейших российских компаний отметила в этом году юбилей. Уже 30 лет, как в поселке Октябрьский, изготавливают текстильную продукцию, известную как в нашей стране, так и во всем мире. Подробности далее. Работа этих швейных станков не останавливается, несмотря ни на какие обстоятельства. И во время пандемии сейчас, в условиях санкционного режима, производство текстильной продукции продолжается. За год крупнейшее российское объединение выпускает около 5 миллионов изделий. Мы производим мягкие изделия, мягкий инвентарь. Это подушки, одеяло на матраснике, стёганые покрывала. Выпуск продукции в месяц по подушкам составляет 100 тысяч изделий. По покрывалам 18-19 тысяч изделий. Ну а одеял мы выпускаем порядка 19,5-36 тысяч. Всё зависит от заказов и от сложности заказов. Кроме производственных площадок, большой индустриальный парк включает в себя складской комплекс, где хранится готовая продукция. Здесь же зона отгрузки товара и торговый центр. Текстиль, производимый в городском округе Люберцы, реализуется по всей России и за её пределами. Главная ценность компании и её сотрудники в основном – это жители посёлка Октябрьский. После обхода текстильного объединения Владимир Волков пообщался с ними. Огромное спасибо за то, что на протяжении многих лет это предприятие идёт вперёд, развивается. И приём серьёзный, всё загружено, всё работает. И даже перспективы развития очень серьёзные. Для нас это, как для органов местного самоуправления, важно, потому что рабочие места – люди, которые заняты рядом со своим домом. Временно исполняющий полномочия главы рассказал о дальнейшем развитии городского округа. Владимир Волков подробно остановился на темах благоустройства, ремонта дорог и строительства социальных объектов. А сотрудники текстильного объединения, в свою очередь, задали интересующие вопросы.